Шалом-шалом! Мы начинаем рассматривать заключительный блок молитв, состоящий из трёх барахот. Первая из них называется «Авуда» — работа в храме. Вторая бараха будет «О благодарности», и третья будет «О мире». Эти вот три барахи, три благословения, работа в храме, храмовая служба, благодарность и мир. Эти три последние благословения, и эта связка, она является одним целым чем-то. Это одно целое. Храмовая служба, благодарность и мир — это всё связано. Сейчас мы поймём, как это связано. Написано, что в будущем жертвоприношения будут отменены. Останется только один вид жертвоприношений, который называется «ТОДА», «Курбан ТОДА». «Курбан ТОДА», как вы знаете, «ТОДА» — это спасибо. «Курбан ТОДА». Что интересно, я когда этот рог готовил, я всегда на столе обнаружил вот такую записку, такую картинку. Видите, написано «Мизмор ли ТОДА». Как раз по нашей теме. «Мизмор ли ТОДА». «Мизмор ли ТОДА» — это части стаили, мы это говорим каждое утро в Псухе до Зимра, с самого начала, кроме шабатов и праздников. И это песня, которую говорили, когда приносили эту жертву «Мизмор ли ТОДА». Что это за жертва «Мизмор ли ТОДА»? Эта жертва необязательная, добровольная, она не общественная, а личная. Каждый может по желанию принести эту жертву, когда он чувствует, что он хочет поблагодарить Творца. Для этого нужно принести или барашка, или можно даже барана большого, или корову, или даже быка. Нет ограничений в возрасте, должно быть кошерное животное. И плюс к этому 40 булочек. Само собой, что часть этого мы отдаем коину, ведь коин делает для нас работу, он это приносит жертву. Так вот, часть от этого, скажем, барана, внутренние, там разные внутренности, его приносится в жертву на жертвенник, и часть мяса отдается коину, ему должно чем-то питаться. А остальное должен съесть сам хозяин, который принес эту жертву, причем съесть в тот же день. Само собой, трудно съесть целого барана, и даже барашка. Поэтому он может пригласить свою семью, своих друзей, кого хочет. Они собираются и делают такую вечеринку, маленький такой пир, отмечают что-то. Допустим, человек вышел из тюрьмы, или спасся от чего-то, или ему там грозила казнь, или он упал с пятого этажа, я не знаю что. Или просто хочет сказать спасибо Творцу, все так хорошо, спасибо. И вот он, все собираются и так празднично делают трапезу. Это есть курбан туда, и понятно, почему только он останется в будущем, потому что ведь остальные жертвы, они приносятся либо за какие-то грехи, либо связаны с праздниками. А в будущем грехов уже не будет, все люди делают чува, уже не будет необходимости принести жертву за грехи, не будет грехов. Даже праздники отменятся большинство, не будет курбан на пресах и так далее. Поэтому останутся вот такие вот жертвы, как туда, просто по внутреннему желанию каждого может принести такую жертву. То есть мы видим, что понятия благодарности и понятия жертвы, они идут вместе. Человек благодарен, он когда-то хочет это показать, отметить, что-то сделать, проносит жертву, дает мясо Коину, кормит своих друзей, сам кушает от радости. Можно, конечно, с вином все это дело сделать. И так вот работа в храме и благодарность, они это одно и то же. То есть благодарность связана с работой, а работа в храме связана с благодарностью, потому что мы работаем в храме, так как мы благодарим Творца. И две эти вещи, и то, и это, и то да, и курбан, работа, они приносят мир, шалом в этот мир. Я хочу с вами поделиться своими личными такими ощущениями, личной историей, что меня подтолкнуло на изменение образа жизни, почему я начал соблюдать митзвод. Я когда приехал в Израиль, у меня все, слава богу, было хорошо. Я очень радовался, может, это было на фоне того, что я видел в Багалуте. В Израиле все было намного лучше, было такое ликование внутреннее, хотелось как-то поблагодарить за такую хорошую жизнь. Но, видите, храма нету, а мы знаем, что если храма нету, что остается вместо храма? Только молитвы. И так постепенно человек начинает молиться, говорит спасибо Творцу, спасибо, спасибо, спасибо. И потихоньку это переходит тоже в практику, то есть какие-то действия, которые связаны с выполнением желания Творца. И это правило известно, что наша молитва, она заменяет работу в храме. Ну, давайте посмотрим на слова этой молитвы. Вот эта молитва, эта молитва, она очень интересная, она связывает вместе, соединяет молитву и работу в храме. То есть это одна связка, работа в храме молитвы и молитва. Давайте посмотрим, как это построено. Я читаю с самого начала. Реце Ашем, Елокену, в Амаха Исраэль и в Тфилатам. Реце Ашем, Елокену, в Амаха Исраэль и в Тфилатам. Реце Ашем, Елокену, в Ашем, в Ашем, в Ашем, в Амаха Исраэль и в Амаха. Давайте разберем. Начинается с Реце. Ну, слово Лератон, это хотеть, да, хотеть, желать, как бы выжелай. Реце, это повредительное наклонение, да, Реце. Возжелай, тут переводится в седуре, отнесись благосклонно. Ашем, Елокену. Возжелай, бе Амха Исраэль, народа своего Израиля, и молитву их. То есть, как бы, выжелай молитву их, прими молитву их. Вторая строчка. Вашеф это авуда, ледвир бейтеха. И верни работу, для ашив, возвращать, ашев. Для ашув, для ашив, для ашив, возвращать. Ашев, верни, это авуда, это авуда, да, конкретную работу, работу в храме. Не просто работу, а работу в храме, это авуда, известную работу, ледвир бейтеха. То есть, в дом твой, то есть, слово двир, двир бейтеха. Переводится святая святых крама. Я приготовил тут картинку, что такое двир, схема. Давайте посмотрим на схему храма. Да, вот есть схема храма. Вы видите, с левой стороны это храм, вид сверху. Есть вход, как бы, видны ступеньки. Может, мышка можно показать, как бы, вот это ступеньки видны. Окей, это, это, эти ступеньки, да, это тоже ступеньки. Эти ступеньки, которые находятся еще в, то, что называется, израт нашим, как бы, вне храма. А вот эти ступеньки, они уже ведут прямо в храм. Да, справа от них видно вид сверху на жертвенник большой. Альтарь, да, вот по нему поднимаются. Вот это тут поднимается коаним. И тут приносятся жертвы. И мы входим внутрь храма. Туда входит, на самом деле, только коайн входит. Только бьем Кюппу мы знаем. Входит внутрь. Это вход. И дальше внутри, 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 там есть такие занавеси, пороха, там все закрыто. И дальше, в самом внутри, это и есть дверь. То, что синим цветом, то это синенькое, голубое, это и есть дверь. Это и есть дверь. Мы просим, верни работу, восстанови службу в святая святых. Вот это вот Святая Святых, куда входит только один человек, Коин Гадоль, главный Коин, и только Вьем Кипур. И что же находится там внутри? Это вторая картинка, нам покажет, что находится там внутри. Ну вот примерно так заходит Коин, и видно, что внутри находится то, что называется Арон Абрит, в котором внутри лежит Сафир Тура, и он высотой в 10 кулаков вместе с крышкой. 9 кулаков он сам, плюс крышка над ним, Копорет, еще один Тефах, один кулак, всего 10. И на дням стоят Крувим, 2, тоже высотой в 10 кулаков. Понятно, что эта картинка, она примерно так показывает, что было в храме, что будет в храме. То есть точно мы наверняка не знаем, как были построены эти Крувим, как они стояли, где-нибудь были крылья. Сколько они уходили вверх, эти крылья, мы точно не знаем. Есть разные мнения на это всему. Но примерно так это выглядит. И мы видим, что Коин, он несет в руке что-то такое с ручкой, как саксовок такой, да, и поднимается дым, это воскурение, там лежат специальные, там лежит Кторет, вкусный запах, и дым поднимается наверх. И это и есть служба в храме. Это просто мы показали так схематично, визуально, примерно. За этим скрывается много-много, понятно, секретов, которые сейчас мы не можем рассказать. Но то, что написано здесь, мы просим «Ашевата авуда ледвир бейтеха», верни службу внутрь храма. Да, ледвир бейтеха. Ну, само собой тоже, и служба, которая была наружу, она тоже, само собой имеется в виду, но это высшая и высшая служба, дверь бейтеха. И дальше «Вэйше Исраэль, и ше Исраэль, утфилата бааватика бель барацон». Теперь здесь надо очень аккуратно, чтобы понять, какой синтакс, как ставить запятые. Можно по-разному это прочитать. Вот давайте посмотрим. Мы говорим так «Ашевата авуда ледвир бейтеха, вэйше Исраэль». Можно так почитать, запятая. То есть «Верни работу, авуда ледвир бейтеха, внутрь храм, вэйше Исраэль, и верни тоже Ишей Исраэль». Как бы точка или запятая, что такое «Ишей Исраэль», «Ишей Исраэль», ну, смехут, да. «Ишей» — это слово «эш». «Эш», то есть «Жертва», она разносится на огне, там горел огонь, огонь горит, на нем уже это сгорает. Это «Эш», то есть «Ишей Исраэль» — так называются «Жертвы Израиля». Давайте посмотрим, перевод, как они перевели в «Сидоре». Ну да, и «Жертвы», «Ишей Исраэль». Но почему написано таким словом «Ишей Исраэль»? Ведь можно по-разному сказать «Жертвы», когда знаем слово «Курбанод», «Звахим», что-то такое нельзя. Можно по-разному написать. Именно вот выбрали «Ишей Исраэль». Дело в том, что «Ишей Исраэль» намекает нам на пламя не случайно. Допустим, в наше время, когда нет храма, мы не переносим жертвы на огонь, но у нас есть внутреннее наше пламя. Мы молимся с горячим сердцем, с любовью. Это есть пламя. Это тоже «Ишей Исраэль». Наша молитва — это «Ишей Исраэль», так можно объяснить. Кроме этого, жертвоприношение, которое каждый из нас переносит каждый день, это тоже «Ишей Исраэль». Например, если человек не сердится, хотя ему очень хочется, его рассердили, он себя сдержал. Это жертва. То есть он как бы приносит жертву, как бы свое чувство, что он хочет выплюхнуть в свой гнев, он этого не делает. Это вид жертвы. Это как пожертвование такое. Пожертвование. Много-много примеров, когда человек жертвует чем-то, ради чего-то. Это тоже входит в категорию «Ишей Исраэль». Дальше посмотрим. Это первое, возможно, прочитать. «Ваше ва та а вода ледвир бейтеха ваше Исраэль». И дальше продолжение. А можно сказать по-другому. «Ваше ва та а вода ледвир бейтеха», точка или запятая. И дальше. Новое предложение как бы «Ваше Исраэль утфилатам бахавати кабель барацон». Так можно сказать. «Ваше Исраэль утфилатам», то есть жертва Израиля. «И молитвы их тфилатам, молитвы их бахавати кабель барацон». Да, с любовью прими. Бахава с любовью ледкабель получать, прими с желанием. И опять-таки здесь очень сложный синдекс. Смотря, где поставить запятые. Опять два варианта есть. Можно так сказать. «Ваше Исраэль утфилатам бахава», запятая, тикабель барацон. То есть, прими жертвы Израиля и молитвы их, которые молятся с любовью. Да, молитвы с любовью. «Ваше Исраэль утфилатам бахава», прими. Либо, другой вариант, «Ваше Исраэль утфилатам, жертвы Израиля и молитвы, с любовью прими». То есть, это баава, слово баава с любовью, оно может относиться либо к слову тфилот, молитвы с любовью, либо к слову ликабель, прими с любовью. Так или иначе, смысл понятен. Трудно очень решить, какой правильный смысл, как правильно, есть разные мнения. Но общий смысл, что да, мы молимся, мы делаем нашу работу. Сказали, что или работа в храме, или молитва, это работа. И мы просим, чтобы наша работа была принята. Тикабель баава в рацион. Дальше стоят три точки. Потому что на Рош-Ходыш, на праздники, тут-то есть вставка. Вставка мы пропускаем, хотя она очень важная, мы не можем все успеть. Вставка, которая называется так в народе, я лево, я во, так она называется. И дальше, и там идет по смыслу, то есть по ситуации, либо Новый месяц начался, или праздник. И после этого мы продолжаем. Продолжение. Ветхазейна инейну бешувך לציון ברחамин, баруха Таашем, аммахазир шхинато לציון. Ветхазейна, шореш, корень, хет, зайн, гей, лахазот, тут видеть, видеть, да, эйнейну, глаза наши, да, то есть пусть наши глаза увидят, это хазейна эйнейну, эйнаемани женского рода, и пусть наши глаза увидят, бешувха לציון ברחамин. Опять-таки слово ляшув, возвращение, твое возвращение, твое с большой буквы, бешувха, לציון, сион, это Иерусалим, ברחамин. Беррахамин. Причем ברחамин, потому что мы говорили, что есть разные сценарии возвращения Творца в Иерусалим, может быть это все пойдет гладко, может быть менее гладко, может совсем не гладко, поэтому просим, чтобы это было как можно более гладко, называется Беррахамин, с милостью. Как переводится, я посмотрю в Сидури, в это хазейна эйнейн бешувха לציון ברחамин, и увидим мы глазами своими, как вернешься ты по милосердию своему, в сион, и в конце мы говорим, баруха таа шем, аммахазир шхинато ле цион, то есть ради чего вся эта молитва, о чем молимся вообще, баруха таа шем, аммахазир шхинато ле цион, чтобы шхинатое присутствие вернулось в цион, цион это сион, это Иерусалим. Еще есть несколько моментов, почему мы просим, именно вот чтобы мы, чтобы наши глаза увидели, да, увидели возвращение в цион. Равьон Айбешиц объясняет так, у него есть книга Айарод дваш, он объясняет так, что есть два вида чудес, есть чудеса, которые происходят благодаря нашим действиям, а есть чудеса, которые происходят благодаря действиям наших прадцов, наших предков. Так то, что мы сами заслужили чудеса, по нашей заслуге не происходит, мы их видим, а то, что происходило за заслугу наших предков, мы эти чудеса, мы не можем их наблюдать, мы их не видим. Поэтому, например, Лот, когда он убегал из дома, с дома, с дом, помните, Лот и его жена, которая повернулась и превратилась в соленый столб, они убегали, им нельзя было смотреть на с дом, как дом переворачивается. Почему? Потому что дом перевернулся не благодаря им, а благодаря Авраму. То есть это чудо, это что-то было сверхъестественное, то, что было в доме. Это произошло благодаря не ему, а благодаря Авраму. Поэтому не было право на это смотреть. А то, что человек заслуживает своими действиями, те чудеса, которые он заслуживает, их можно смотреть. Мы просим, чтобы мы увидели председание Иерусалима, то есть мы имеем в виду, чтобы это произошло благодаря нам. Как это может произойти благодаря нам, что Иерусалим будет отстроен понятно с помощью наших молитв и добрых дел. Теперь, смотрите, тот, кто внимательно смотрит за нашими уроками, если за нашими уроками, и за последовательностью благословений, он сразу спросит вопрос, правильный, почему мы здесь просим о том, чтобы наши молитвы были услышаны. Ведь одна бараха до этого, то есть наш прошлый урок, помните прошлый урок, бараха до этого, о чем мы говорили? Мы говорили шмаку лейну. Помните, Абрахман шмаку лейну. Была бараха, просьба о принятии молитвы, так она и называлась. Шмаку лейну, приняй наши молитвы. И теперь, еще одна бараха, новая, и снова, мы говорим, отнесись благословно к молитве нашей, как бы одно и то же, что за такое повторение, как такое может быть. Ответ такой, что прошлое бараха, которое называлось шмаку лейну, аварахаман шмаку лейну, каббалат твила, просьба о принятии молитвы, там мы просили, чтобы все наши просьбы, и у нас было, помните, 12 просьб, начиная от того, что мы учили, просили хохма бенавдат, просили разума, и потом в конце просили, чтобы пришел наконец-то старый сбавитель, 12 просьб, чтобы они были приняты. То есть, прошлая бараха, она закончила этот внутренний блок, внутренний цикл, как бы, барахат. Итак, мы просили, чтобы наша работа была угодна, и на самом деле, мы много сомневались, как назвать этот урок. Наявите, он называется авуда, молитва о работе. Но если скажем просто молитва о работе, то многие неправильно поймут молитва о работе, успехов на работе. Молитва о работе в храме, служение в храме. И на самом деле, эта работа, она самая важная, самого высшего порядка. И остальные работы, они, как бы, помогают, помогают для этой этой работе, способствуют ей, да, чтобы там есть много разных работ, врачи, транспорты, инженеры, все-все-все-все-все-все. Это все, в конце концов, да, так построено, чтобы в конце концов дошли до этой стадии, когда мы можем работать в храме и куани будут сделать работу в храме. И молитва в наше время заменяет. Работу в храме получается, что молитва это и есть главная работа. Мы тоже сомневались, если это это вещи, стоит эти вещи говорить, так сказать, прямо в эфир, толкать их, потому что вещи эти далекие от нас, далекие от нас, от каждого из нас, работа, молитва, да, далеко. Но мне сказали, что адраба, то есть, адраба это наоборот, тем более, да, из-за того, что человек чувствует, что молитва это что такое тяжелое для него, на самом деле трудно молиться, то времени нет, то мы не можем серьезно воспринимать молитву куча разных объяснений, да, почему нет. Ну, факт, это факт, что молитва, да, трудно молиться, это доказывает, что это и есть работа, и работа непростая. Ну, пожелаем нам успехов в этой работе. Всего хорошего, всего лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok